Удинеза в чемпионате Италии накануне важнейшего, возможно, эпохального матча в Лиге Чемпионов. Вот с этим и связана такая ротация. Дмитрий Шнякин, Александр Шмурнов напротив матча участвуют. Мы вместе с вами и мы обсуждаем состав Ювентуса. Почти все здесь, даже звезд. Ну а что касается Удинеза, то ворота Хуан Мусом. Номер один полевые игроки. Вильям Тростеконг, номер пять. Себрайан Нютинг, номер семнадцать. С Парижем, отчасти с Баварией. С Пенатцова. А здорово прошел. Здесь наработано здорово. С одной стороны связи важны, а с другой и персональная реализация. Тот же Бентан. Подарок сделал Роналду на Рождество, но об этом чуть позже. Потому что Мойзекин подобрался именно с фланга к штрафной. Скидка прошла. Здорово. Бернардески на линии штрафной боковой. Ускользнуло двоих. А по-прежнему дома не было. Угловой с левого фланга. Хорошая подача. Пошел Касарес на мяч. И добивание с разворота Даниэля Ругани. В троих. И хотя Матюйди чемпион мира. Бентанкур восходящая звезда. И тоже о нем много говорят. Посмотрим атаку Ювентуса. И снова Бернардески. Удар низом не сильный. Все равно неплохо. И Бернардески сейчас, наверное, часть. Получается состав Ювентуса и Бентанкур и Касарес. Так что я туда передачу на Бентанкура. Хорошая передача. Обостряющая. Такая ключевая. Которая могла стать голливой. Блэс Матюйди. Бегает Ювентус. А здесь Бернардески. Мягкий заброн штрафную. Опять Матюйди. Скидка чуть назад. Александр готов был. Здесь Александр разгоняется по флангу. И гол. Мойзекин. 1-0. Да. Доигрались, можно сказать, удинцы. Позволили легкому форварду отправить мяч в сетку после небольшого рикошета. Но все решил проход Алекса Сандро. Вот так, когда у тебя латераль играет почти что в нападении. Это большой и важный риск. Постоянно пополняется. Хорошая передача. Ой, ой, ой. Бернардески, да? Это один из лучших по количеству уголов забитых с угловой. Удар. Ну вот еще побед. Да. Могли забить вновь. Хотя был розыгрыш. Непрямая подача, да? Генасио Пусетто. И удар в итоге. Дело дошло до удара Эмре Джана. Надо, надо ему, конечно. Он егоариец. Ну, собственно, его родители егоариец. Но, по сути, итальянец. Родился, вырос и играл за все молодежные сборные. Правый фланг. Идет подача обратная. Очень красиво сыграно. И что в результате? И я вынужден вместо Андрея Барзали. Самого опытного из игроков обороны. Из Лигеншоу. И, к сожалению, после того матча стало ясно. В этом году ни Наполе, ни тем более Минтер с Ромой, например, не подойдут близко к Ювентусу. Да, и вот мы получаем в итоге эту огромную уверенность. Турнирная таблица. В своих силах. А Выправну очень здорово. Барзалин был прав. Продавая и потом перепродавая игрока. Сандром. Таравес против него. Сандро простреливает и зарабатывает еще один главный. Ну, ты... Да бог, но нигде особо-то стартовым игроком не было. Отличная подача Бентанкура. Но не удалось. Там МРА центральную, словно это пограничная территория, демаркационная линия чужого. Останавливает его 18 миллионов евро. Подача со штрафного. Это удар. Сандро. Ну, поступательное движение, очень грамотно. Даже и партнер не понял. Ну, трудно хвалить эту атаку Удинезе. А вот Мойзекин набирает скорость. И у него нашелся достойный соперник. Николас Апоку догнал. И мне показалось, что играл в мяч. И не надо ему это обыграть со стенку. Бернардески бьет. Но тянулся к мячу. Сложно было пробить. Да и там Сутолока из... Организует сам для себя. Булит. Но уже успели. Соперник забивает. Какой гол забивает Мойзекин. Дубль. Уже не будет одного гола в трех матчах. За сезон будет два. Будет как минимум два аплодисменты от мастера парадоксальных решений Миралема Пьянича. Потому что действительно гол речащий по исполнению обманул. И даже Криштиану Ронаря. Да, ты видел? Он показывал, что видимо внешней стороной... Гол речащий. И дождался этого мяча. И передача в касание. На матью иди. Неплохо. Не было здесь нарушения правил. Тянулся к мячу. Франц в обороне. Интересно, как себя поведут защитники. Вышел столб обороны. Леонард. Не бросай меня в терновый куст. Это вот сейчас взял на поку и бросил мяч в терновый куст. Смешно даже сказать про мальчик. У итальянцев матчи вроде бы внешне не сложные. Соперники Финляндия и Лехтинж. Да, еще мы напомним о том, что Аллегри и Никола главные тренеры команд. Главный арбитр Кифи. Он показал одну желтую... И атака. Я даже не знаю, стоит ли их делить по категориям этих футболистов. Еще один момент. У Ювентеса и Бернардески едва не забивают пустые ворота. И тоже Мойзекин поучаствовал. Его подвело. Атака Удинезе. Прорыв. Ой, грубовато. Наверное, это будет желтое, потому что так прыгнуть шипами вперед. Много соперников на неполе. Ну вот, в касание, конечно, здесь отбор. Пуссета, Де Пауль. Молодцы. И как раз Пуссета поборолся с Дору. И Де Пауль тут, если вы обратили внимание, идеально играет. Но хотя бы нет гола. От Муса, а ведь по статистике, что любопытно, у него очень хороший процент длинных передач. Он входит, сыпился. Ошибается Фофона, мяч к нему отскакивает. Но забирает Эмриджан. Мгновенно пасует вперед на Мойзе. Интервью не рассказал бы о том, как здорово влияет на команду Роналду. Здесь удар в касание сложно было. Защитник с Финациола нанес удар в стиле ванду довести, потому что кому-то гола не хватило. Тому же Роналду в этом сезоне. Счет 2-0, а он не забивал. Значит, сейчас пойдем забивать третий ради него. Думают футболисты Юэнтуса и Мужа. Равеста наверняка. Вот и голландец справа. Будет подача. Но это на вратаря. Почему так? Давление обязательно оказать. Не давая никакой возможности. Атлетико чувствует себя комфортно. Хорош справа оказался. И очередной запек Мойзекина и Попу. Не пенальти ли? Кстати. Пенальти, да. Пациент был. Нет, не бежит Мойзекина. А Эмраджан просто забивает. Эмраджан, мы говорили о том, что голы ему нужны. И ведь любопытно, что все свои голы в чемпионате заявлены. А у него их уже четыре. А вот там подтверждение. Он забил в девятнадцатом году. После паузы в Рождестве. И он ближе стал к составу? Да. 3-0. Пока что мы не сбегаем вперед. Время еще есть у Мойзекина для хэт-трика, чтобы Мазякина догнать. Ну а пока мы отмечали на своем фланге и дышили. Ох, какой момент. Да, момент хороший. Удар по воротам. С атакой Ювентус Акин занимает хорошую позицию между защитниками в центре атаки. Ждет подачи, подачи. Не, на нем же какая красота. Блеск Модью Ди. 4-0. Ну как же Бинтанкур положил, как на слэм-данк баскетболист делает длинный такой заброс на вес в идеальную единственную точку. Это блеск Модью Ди. Только что был в падении. И, как мне кажется, расчетливо именно с рикошетом мог газон. Сложно было так поддеть мяч, чтобы он по воздуху летел. Глассная атака. Глассная. Вот для этого и ну. Что она неадекватна своим суперзвездам в атаке. Просто у сборной Аргентины вспомни, кто играл за посты остывшие. Или так, подача в штрафной ум. Вот была бы поточнее. Кстати, возник бы шанс у Кусетта. И поражений в два мяча было тоже всего лишь два. Сегодня аж четыре. Это самое крупное поражение Генезе в сезоне. Дибалом попал примерно минут до конца. Есть еще время. Момент. Классный гол. Лазанья. Как он обработал мяч грудью. Как был сконцентрирован на мяче. Неспроста нам выхватили такой крупный план. Он идеальным образом провернул корпус, скинул и пробил в дальний угол. Великолепный такой форвардский гол. Да, Кевин Лазанья забивает. Забивает действительно очень красиво. И особо и не упрекнешь. Здесь Кассероса один в один. Трудно было даже подобраться. Под левой ногой мяч. Отличный пас. Очень удобный. Скидка себе самому. Свойство только итальянского футбола. Состав почти всегда известен. На любой матч. Никто ни от кого ничего. Так что он в этом плане хороший. Пытается Удинезу уйти от крупного поражения. Вафана прорывается. Отличная подача. Тот матч, который может принести ему не славу, а позор. Это действительно позор. То, что Лукаху реализовал свой момент, а ты нет. Ты претендент. Хотя, правильнее говорить, наверное, главный. Потому что он всегда замечал, как работает судья. Атлетика достался в 1-8. Это ужасный выбор. Это ужасное жребие для Ювентуса. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.